Всем привет! Сегодня обзор портативного DVD-проигрывателя. Это проигрыватель LS. Модель называется 105T. Диагональ экрана здесь 11 дюймов, разрешение экрана 1280 на 800. Есть встроенный цифровой тюнер, который может принимать эфирный цифровой сигнал в формате DVB-T2. Есть встроенный аккумулятор. Емкость встроенного аккумулятора производитель указывает 2500 мАч. Несмотря на то, что данное устройство выглядит, ну я бы сказал, как портативный телевизор, все-таки это больше DVD-плеер. Функционал как телевизора здесь несколько ограничен в плане удобства пользования. Но об этом я расскажу, когда будем смотреть работу устройства. Комплектация. Присутствует кроме самого DVD-проигрывателя здесь сетевой адаптер питания. 12 Вольт. Ток он может выдавать 2,5 А. Есть адаптер питания для подключения и для зарядки встроенного аккумулятора от автомобильного прикуривателя. Есть вот такая вот антенка на магните. Совершенно простенькая. То есть, ну, будет она работать при хороших условиях приема сигнала. В других случаях все-таки, конечно, нужна антенна, которая больше похожа на, действительно, на телевизионную антенну. Есть кабель 3,5 джек 3RCA. Разъемы это для подключения либо к этому устройству каких-либо внешних гаджетов, либо данного DVD-проигрывателя к внешнему, ну, к большому домашнему телевизору. И пользоваться уже можно будет этим проигрывателем, как обычным стационарным DVD-плеером. Есть пульт дистанционного управления с элементами питания. Присутствует некое подобие руководству пользователя, я бы сказал, универсальное такое руководство пользователя, которое просто называется руководство без всяких опознавательных знаков. И не факт, что там рисунки будут соответствовать тому гаджету, в коробке которого данное руководство лежит. Вот такая вот неожиданная особенность. Хотя все менюшки там все, в принципе, расписано. В качестве бонуса, ну, и в качестве развлекушки присутствуют очки для просмотра стереоизображения, записанного в анаглифе, и диск с такими стереоизображениями, на котором различные ролики, мультики, ну, даже фильм присутствует. Ну, в принципе, так побаловаться можно, получить, как бы, впечатление от стереоэффекта. Что касается габаритных размеров самого устройства. Ширина 30,5 см, высота 20 см, и глубина здесь, или толщина, можно так сказать, 4 см. Как видите, по бокам от экрана слева и справа находятся кнопки управления. Справа находится там плей, пуск, включение и так далее, и слева находятся кнопки с циферками от 0 до 9. Экран закрыт изначально транспортировочной пленкой. Привод DVD находится сзади. Насчет удобно это или неудобно, конечно, решать не мне, но такое необычное расположение DVD-привода, то есть это не слот, который втягивает там диск, а именно вот такой привод с крышкой. Именно поэтому, видимо, сделана такая конструкция, как фоторамка, то есть с откидной ножкой. Вот. Поддержка дисков здесь различная. И видео-CD поддерживает, и обычные CD-диски поддерживает, и DVD-диски поддерживает. Давайте я сначала установлю DVD-диск сюда. Вот. А теперь я подключу все, что необходимо для того, чтобы продолжить рассказ. Подключать я буду компьютерную флешку. Подключать я буду телевизионную антенну, блок питания. И разъемы для этого располагаются на правом торце устройства. Для подключения телевизионной антенны, в отличие от других устройств, где есть обычное нормальное телевизионное гнездо, здесь присутствует просто F-коннектор. И мне, допустим, понадобится переходник, который будет выглядеть как переходник с F-разъема на обычное телевизионное гнездо. Рядом с ним находится USB-порт для подключения USB-совместимых устройств. Еще чуть левее. Картридер, который предназначен для использования карточек памяти формата microSD, иначе они еще называются TransFlash. Рядом находится разъем для подключения наушников, и дальше два разъема, которые аудио-видео вход, аудио-видео выход. Еще одно гнездышко здесь имеется, это гнездо для подключения зарядных устройств, ну, источника питания. И присутствует основной выключатель питания. Я все подключил, нажимаю кнопку включения на пульте дистанционного управления. Запускается DVD-проигрыватель, режим DVD сразу же. Диск я устанавливал, то есть он стартует, видите, происходит чтение, чтение диска. Как DVD-проигрывателем пользоваться весьма удобно, то есть и пульт под это заточен, я бы так сказал, и менюшка вот этого всего устройства, да и вообще само это устройство создано именно больше для просмотра DVD-дисков, будь то в дороге, будь то дома, как бы, ну, в любых условиях. Как стационарных, так и пулевых, я бы так сказал. Что касается громкости, все довольно прилично, слышно будет даже в шумной обстановке. Сейчас я отсюда выйду. Можно настроить и экран, и звук, то есть все настройки, ну, как в обычном телевизоре, как в обычном DVD-плеере здесь присутствуют. В режиме DVD можно переключаться между диском, карт-ридером и USB-флеш-накопителем. Вот у меня сейчас установлен, и сразу же стартует медиапроигрыватель, который играет, ну, музыку проигрывает. Сейчас я отсюда выйду. Вот так выглядит меню этого медиапроигрывателя. Может проигрывать некоторые виды аудиофайлов, может картинки. Ну, давайте картинки посмотрим. Видите, можно запустить это все как слайд-шоу. То есть все это будет переключаться и работать как слайд-шоу. Ну, а вот что касается, ну, игровые файлы, файлы от приставки Dendy, теоретически могут здесь запускаться, практически разъема для подключения геймпада в данном телевизоре не предусматривается. То есть как игровая приставка им пользоваться нельзя. Вот видеофайлы. Видите, здесь написано, что может быть MPEG-2, MPEG-4, AVIDI, VX и так далее. Ну, если на практике войти в этот режим, то файл, тяжелый файл, как бы записанной камерой GoPro, разрешение 1920 на 1080, ну, в формате MPEG-4, по сути. Ну, формата, это как бы просто оболочка, а что там внутри, неизвестно, поэтому вот, ну, в данном случае оно не поддерживается. Но самое печальное, что не поддерживается вот такой вот файлик, который, видите, изображение есть, а он пишет, что нет у него аудиодорожки. Хотя аудиодорожка здесь присутствует. Вот, видите, тут можно различные аудиорежимы выбирать. ни одного канала, ни второго, ни стерео, ничего тут нету. Короче, он почему-то этот файл без звука показывает. Хотя я еще не встречал устройства, которые вот этот вот рекламный файлик показывал, мультяшный, показывал без звука. Ну, за исключением проигрывателя от LS. Ну, это так, брюзжание, я бы сказал. Сейчас мы вернемся. Нажму кнопку MODE и выберу телевизионный режим. Появляется надпись загрузка. Это загружается... Телевизор, будем так произносить это слово. То есть, здесь обычное менюшка, но я воспользуюсь ручным поиском программ, ибо это быстрее, поскольку, допустим, 20 телевизионных каналов в цифровом формате у нас в городе Санкт-Петербург передается всего на двух частотных каналах. Это, допустим, первый пакет, первый мультиплекс передается на частоте 35-го канала. Антенну я использую комнатную, с усилителем, правда. Ну, вот, несмотря на то, что сигнал хороший, но в городе, как правило, это переотраженный сигнал, поэтому все-таки нужна нормальная антенна. Бывает, что на кусок проволоки, кто-то там на пивные банки, но у нас в магазине это не прокатывает, можно так сказать. И вот теперь по поводу ограничений в телевизионном режиме. Кнопочка «Инфо» работает в полный рост, как и положено, а вот дальше, допустим, заходим мы в меню, например, хотим воспользоваться редактором программ, то есть расставить их как-то по порядку, не так, как они по умолчанию, а так, как нам нравится. То есть редактировать здесь ничего нельзя, поскольку пульт такой, что отсутствуют вот эти цветные кнопки, которые нужны для редактирования. Это одно ограничение. И второе ограничение, это по сравнению с другими цифровыми телевизорами. Второе ограничение, то, что нельзя записывать эфир, ибо USB-устройство в телевизионном режиме не поддерживается. Видите, мы с этой флешки смотрели только что и видеофайлы, и там, и фото, и музыку. В данном случае нам устройство пишет, что USB здесь отсутствует. Таким образом, и таймшифт, то есть отложенный просмотр, это когда вы прямой эфир можете поставить на паузу, сделать свои дела и продолжить место остановки, потом просмотр не получится воспользоваться этим режимом. Ну, а в остальном все так, как я и сказал, что в основном это все-таки обычный DVD-проигрыватель с полным функционалом именно DVD-проигрывателя. Ну, за исключением того, что как медиаплеер в плане воспроизведения файлов с флешки, ну, далеко не все он воспроизводит. На этом, пожалуй, и все, что я хотел рассказать вам об этом устройстве. Напомню, это был портативный DVD-проигрыватель с функцией телевизора моделька LS-105T с 11-дюймовым широкоформатным экраном и со встроенным аккумулятором 2500 мАч. Жителей города Санкт-Петербург и ближайших пригородов приглашаю посетить наш магазин. Он работает каждый день, находится на Ириновском проспекте. И все те гаджеты, которые вы видите в обзорах, они у нас есть в магазине. Можно прийти и познакомиться с ними поближе. Всех остальных приглашаю подписываться на наш видеоканал. Заходите к нам на сайт. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова